А это гиперкуб! Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы продолжаем с вами играть в Subnautica Below Zero. Опускаемся ниже нуля и исследуем новые неизведанные горизонты. Итак, прошел ровно месяц с последнего выпуска по Subnautica. И, как я и говорил, мы будем проходить ее 6 лет. Обязательно. Не меньше. Что у нас есть? Орех подковника. Ага, мы набрали кучу барахла с вами. По-моему, мы уже даже можем строить. Мы билдер-то сделали? Нет, мы его только открыли, но мы его еще не скрафтили. Микросхема и комплект проводов нужно. Где-то нужно надыбать пластинчатый коралл. По-моему, ты... Это не ты, это не ты. Где пластинчатый коралл? Рыба-вода, отвечай, где коралл, мать твою? Бумеранг, быстро говори! О, блин, кораллы, быстро дал! Ладно, что-то я погорячился немножко. Я, блин, не думал, что здесь будет такой редкий материал. Я думаю, здесь мне понадобится помощь искателя. Я не даю, сейчас все найду. Ты ищешь не это, мне нужен пластинчатый коралл. Так, пластичный коралл, ищем, ищем. Дрыгаем своими штучками. Отвалите от меня, гребаные русалки, ненавижу вас. Евгений, это очень странно. Что не так? Ну, понимаешь, когда я дрыгаю своими дрыгательными штучками, что-то находится. Но не сейчас. Какой же ты бесполезный? Знаете что, я думаю, нам надо много... Что я делаю? Что я делаю? Что я делаю? Черт! Черт, 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 не те кнопки нажимаю. Я думаю, надо все сложить по максимуму. Сейчас мы поплывем туда, где много кораллов. Соберем их сразу в пачку. И, естественно, поплывем в ночь. Тихо, 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 мы в опасной зоне. Где опасность? О, стало светло. А что, уже утро? Осторожней. О, блин! Я только слегка это увидел, но я уже не хочу туда плыть. Все, нет. Ой, как туманно. Ночь! Меня обманули. Под водой гораздо светлее. Что это было? Нет, нет, тебя не хочу видеть. Блин, мрази. Мрази повсюду. О, боже мой. Я должен рассмотреть. О, блин, какое оно страшное и огромное. О, блин, еще одно впереди. Опа, смотрите, обломки. Сейчас посканируем тут. Тут есть что-нибудь дающее воздух? Кстати, о воздухе. Так, подняться. Скорей. Три секунды. Ноль секунд. Оп. Это было стрёмно. Я очень понервничал, если честно. Я же вспомнил, что у нас хардкор. У нас только одна жизнь. Действуем быстро, аккуратно. Так, операторская. А это что? Изготовитель морехода. Аквариум морехода. КПКшка какая-то еще есть. А это что такое? Заберем. Какая-то новая штука. Дай умри мирно. Погодите, подняться. Еще одна. А, блин, что это? Еще одна стрёмная хрень. Но, походу, она мирная. Очень большая стрёмная мирная хрень. Давайте притусуемся. Только что я афишировал, что у меня всего одна жизнь, как я притусовываюсь с какой-то огромной стрёмной мирной хрени. Сияющий кит. Его зовут. Сияй. Пожалуйста, и пугай всех. Здесь о пилоте есть какая-то инфа. Это целый обитель сияющих китов. Смотрите на него, какой он красивый. О, блин, прекрасная штука. Так, мы не отвлекаемся. О, сколько всего здесь. Рыба, вода. Вездесущая тварь, везде живет. Надо истребить их. Нафиг. Что за кувшинки такие? Всплывающая кувшинка. Я угадал с названием. А можно ее ударить. Нельзя. О, смотрите, как он пасть открыл. Ты мне будешь кушать? Это не будет меня кушать. Это хорошо. Это наверх, срочно наверх. Я уверен, что на этих кувшинках можно базу строить. Зрелая кувшинка. Так, где-то здесь была отметка с пилотом. Вот он, вот он пилот. Мне придется спуститься на большую глубину. И у меня всего 57 секунд. Они сейчас будут гораздо быстрее расходоваться. Стоп. Нет. Нет, нет, нет. Нельзя. Можно только принять свою беспомощность и поплыть обратно к базе. Насколько я помню, мы изучили в прошлой серии кислородный баллон высокой емкости. А что я его не сделал? А что я не сделал их два? Я что-то не понимаю, какого хрена кораллов нету? Где? Здрасте. Что это такое? А, это животное. Ой, блин, я думал, что это какой-то аппарат. Они, скорее всего, будут меня бить. Смотрите, можно ниже. Вот сюда. Ой, как глубоко и страшно. Давайте сейчас не будем лезть в пещеры. Евгений, что задумал? Вообще рисковый парень. Иногда сам себе дивлюсь, какой я бесстрашный и безрассудный. Тысяча и один выпуск. Евгений искал пластичатый коралл. И не нашел до сих пор. У, что это? Это же сборчик транспорта. А это что? Это же я, блин, задыхаюсь. Быстрее наверх. О-хо-хо, прыжок. Блин, мне нравится, когда я так подпрыгиваю. Это меня очень развлекает. А-а-а-а! Нет, заменись на батарейку другую. Спасибо. О, было страшно. Мы вернулись. Благо. Давайте сделаем баллон. Два стекла, четыре титана и серебряная руда. О-хо-хо-хо. Готово. А-а-а, 100. Мы теперь... А, на сколько мы можем? 135 у нас теперь кислорода. Но нам нужно таких два. Я, кстати, никогда вроде бы не клал два кислородных баллона в инвентарь себе. Итак, еще два стекла, четыре титана и еще одна серебряная руда. Надеюсь, она у меня есть еще. Да, есть! Слава богу. Но нету места. Поймать. И второй баллон. Ну, конечно, до хрена место занимает. Смотрим, как их менять. Вот так. Просто вот так меняем. Ага. То есть нам нужно будет просто успевать так, хоп, нажимать и вот так делать. Все. Как это круто. Пластинчатый коралл до сих пор не найден. Я драгаю своими штучками, как могу. Но у меня нет питания, поэтому все. Блин. Меняем батарейку. Давайте еще один контейнер поставим. У меня слишком мало места. Вот это все берем, это мы потом посадим. Использованные батарейки не будем пока выкидывать. Все остальное чрезвычайно важно. Пусть все это будет. Опять ночь. Сколько можно ночь? Кому вообще в жизни нужна ночь? Ночь только все портят. Пошла ты ночь. Нам еще пару батарей нужно сделать. Я попал в то место, где рыба ооо плавала. И здесь есть пещера, которую я не обследовал. И думаю, дай-ка обследую. Может быть найду что интересненькое. Во-первых, еще глубже можно поплыть. Смотри, какая штука смешная. Что это такое? Взять. Волчок. Ха-ха, какая прикольная штука. Вот это мне интересно все приведет. Надеюсь, не заблужусь. 18 секунд осталось. Давайте попробуем поменять кислород. Вот он меняется очень легко. Воу. Куда это мы выплыли в итоге? Сборщик транспорта. У меня это есть. Ладно, пусть будет титан. Попробуем в другую сторону теперь поплыть в этой пещере. Мы снова выплываем наружу. Сканируем. Пластинчатый коралл. Би-би-би-би-би. Блин, так где он? Что ж, остается только вот сюда вниз поплыть. Сейчас дайте глотнем кислородика. Оп. И вниз. Это бесконечная пещера. Ой, вообще понятия не имею, куда я сейчас выплыву. О, отлично. Здесь мы можем подзаправиться кислородом еще. Что тут у нас? Лазерный резак. Кстати, последний фрагмент. Е-бей-бей. Здесь маленькая проблемка, на которой мы можем очень хорошо запороться. Так, пропульсионная пушка. Прекрасно. Я имею в виду, что кислород расходуется быстрее, и мы можем случайно не найти дорогу обратно. Это надо учитывать. Еще одно. Да, все, мы теперь пропульсионную пушку можем делать. Здесь кажется тупик. Глубже уже не поплыть. Я кое-как еще пока представляю карту в своей голове. Куда я плыл и откуда я плыл? Нам как-то вот сюда. Все очень верно. Все очень правильно. Что это? Еще один лазерный резак. Уже не нужен. Вот это яйцо. На тебе! Я реально убил. Извиняюсь. Как-то не тактично с моей стороны это было. Оу, еще глубже. Эта инопланетная технология проявляет сигнатуру данных, коррелирующую с ранее записанным сигналом бедствия. Интересно. Уверена, что я могу использовать эти данные, чтобы определить, откуда шел зов. Местонахождение сигнала загружено в КПК. Посмотрите. Хорошо, что мы сюда заплыли. Ну все, кажется, уже глубже. Просто нельзя. А теперь бы найти дорогу до дома. Есть. Вам не гордит смерть. Прекрасно. Оу, смотрите, какие интересные корни. Что-то... Азарь заморозила меня. Черт. Ладно, я там еще и попозже. Вот это вот. Сердцевина морозного. Что дает? Вкуснотищу дает. Так, 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 так. Это интересно. Нет. Выбиваемся. Выбиваемся изо льда. Нет, 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 нет. Все, отстань от меня. Может ли здесь нас ожидать пластинчатый коралл? А это что за хрень? Вау, 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 новые твари. Это медузки. Я уверен, что они очень болючие. Да, судя по красному освещению, они стрёмные. Не трогаем их. Где этот провод? Провод? А, наверх. Выходим. Сюда нужно с термосом идти. Что? Опять в воду? Посмотрите. Мы видим какие-то новые растения. С ними попозже разберемся. Сейчас нам надо понять, куда ведет этот провод. Стой, 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 стой. Как это в скалу, в смысле? Нет. Открывай. Мы не можем открыть. Надо падуть чем-то теплым. Надо нагреть. Стоп. Кажется, у меня же есть маяк. Да. Все, давайте его назовем. Ледяной вход. Мы проникнем туда когда-нибудь. А еще можно вот сюда поплыть. Ну, добрый вечер. Смотрите, тут целая огромнейшая станция. Надо найти способ сюда забраться. Еще одна вышка 5G здесь стоит. Чертовы 5G! Водичка. Водичка. И хавка. Ничего новенького. Вот, КПК. Кстати, мы еще тот КПК не прочитали. Но это потом. Здесь мы очень быстро охлаждаемся. И нет поблизости теплых растений. Поэтому, я думаю, мы здесь не задержимся. Рудная жила, кстати, это ресурс какой-то? Видимо, как-то можно будет добыть. Холодно. Очень холодно. А туда мы и не проберемся. А там есть где походить. Ладно, прыгаем в воду. Только не на медузу! Давайте по этому ущелью поплывем. А что мы продолжаем дрожать? Мы уже в воде. Теплой, приятной. Все, здесь тупик. Вау, смотрите, источник сигнала бедствия. Это как раз-таки те координаты, которые я нашел. Что ж, мы прямо над сигналом. У нас два кислородных баллона высокой емкости. Где дырка вниз? А дырочки вниз-то и нету. Может быть, попробовать изучить карту? Вон я вижу какую-то маленькую дырочку. Может быть, туда и надо. Значит, плывем. Я, кстати, впервые ориентируюсь по такой карте. Вот дырка. Заплываем. Ультрабаллоны? Сверх высокой емкости! Хорошо. Мне нравятся такие находки. Мне нужно еще две такие найти. Источник сигнала бедствия прям совсем близко. Неужели я не в ту дырочку заплыл? Вечно я не ту дырку выбираю. А, нет, это две дырки одного и того же отверстия. Правильно сказать? Что-то мы не там смотрим, судя по всему. Так, а ну-ка давайте сплывем. Ой, блин. Стой, хватит. Хватит. О, как красиво. Ой, блин, что это? Что это за тюлени? Это аналог морских котиков. Пинокорит. У них брачные танцы, да? Или наоборот, файт. Брачный файт. Ставлю на себя. По-любому, где-то здесь есть дырочка. У меня такое ощущение, что мы очень близко с инопланетной базой. И пластинчатый коралл! Наконец-то, ублюдыш, ты здесь. Я нашел тебя. Они звуки издают. Стой, погодите. Меняем баллон. Значит, нужно всплыть. Ой, аккуратней. Мы сейчас туда придем, мы сейчас туда придем. Найдем там что-нибудь. Эй, а что-то не до конца всплыло. Эта штука не до конца всплывает. На нее нельзя полностью полагаться. Это хорошее открытие. Я вовремя открыл это открытие. Блин, здесь еще какая-то база. Они очень неприятные звуки издают. Кстати говоря, это же они издают сигнал бедствия по-любому. То есть мы нашли нужную дырку, наконец-таки. Да, видите, они вызывают нас. И мы прямо плывем в эту сторону, 90 метров. Ох, мне ребризер нужен. Ёлки, зеленый, мы нашли. Критический уровень энергии светилища. Эй, здесь кто-нибудь есть? В некотором роде. У нас мало времени. А, это та штучка. Она не опасна или опасна, я не помню. По-моему, она меня била в прошлый раз. Но мы ее изучим. Нет, она меня не бьет. Здесь кислород есть. Блин, как здорово. Музыка не враждебна, а значит здесь хорошо. И сам голос тоже сменился с такого страшного на приятный. В чем дело? Поиск аварийного носителя данных. Я сумею помочь лучше, если ты покажешься. Если бы могли показаться, нам не понадобился бы носитель. Хочешь сказать, у тебя нет физического воплощения? Ты один из них? Архитектор? Обнаружен носитель данных. Мы исчезнем, если не найдем нового носителя. Ты поможешь? А ты можешь использовать мой КПК как носитель? Ты не из той предыдущей группы. Твои кибернетические компоненты несут их сигнал. Альтера? Ха, нет. Я им одолжил оборудование. Должно сойти. И фу, вот это Альтера, вот это позорное говно, нет. Они только и могут, чтобы падать в океаны. Опа, кубы, 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 надо изучать. Гони кубы, бэч. Отошел ты мой куб. Это гиперкуб. Как долго тебя здесь хранили? Дольше ожидаемого. Предупреждение. Критический уровень энергии светилища. Наши данные можно загрузить с терминала. Можем поговорить после завершения передачи. Да, хорошо, я потороплюсь. Это очень впечатляет. А вот и терминал. Вносить. Кат-сцена и счет. Вноситель данных принят. Держитесь крепче. Держитесь. Крик тревоги и боли. Что происходит? Они меня обманули, да? Передача. Болезненный стон. Передача завершена. Стон. Как ты себя чувствуешь? Почему твой голос звучит будто у меня в голове? Комплекс обнаружен емкость для записи в каре твоего головного мозга. Так ты правда в моей голове? Я предлагал тебе КПК. Пошел вон. О, нет. Ваш вид воспринимает границы между кибернетическими и органическими компонентами. Мой мозг не компонент. Ты злишься? Мы дадим тебе время обработать информацию. Не смей молчать. Эй. Это все нереально. Это нереально. Вот и объяснение. Это не за правду. Куб накопитель архитекторов. Бесит меня эта баба, если честно. Слишком много болтает и не по делу. В смысле, ее характер. Она находится на базе пришельцев, которых она никогда не видела. И она так дерзко себя с ними ведет. Ну не знаю, блин. Мне нравилось, что персонаж в первой игре вообще не разговаривал. Я вообще не люблю, когда протагонисты разговаривают в играх. Они как бы перебивают твои собственные мысли. Почему обожаю Half-Life, блин? Half-Life. Для чего крутая игра? Потому что когда персонаж не говорит, персонажи другие с тобой как будто бы разговаривают конкретно. И ты можешь отвечать мысленно им. То, что бы ты хотел ответить. Но мы молодцы, мы это сделали. Мы вынырнули отсюда. Нашли много нового. Здесь у нас есть новая технология. И это репризер, наконец-то, детка моя. Как хорошо. Кстати, кораллы, 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 кораллы. Карлу, кораллы, кораллы, кораллы. Нужно больше. Я не думал, что здесь будет такой редкий материал. Причем я бью, а он всего лишь один. Он не разбивается на кучу кораллов. Так, разота. Не смей меня трогать, понятно? Смотрите, там что-то есть. КПК там какой-то есть. Ох, надо валить отсюда срочно. Слушай, ну вроде поднимает. Не до конца поднимает. Емкость этой штуки очень маленькая. Короче, 200 метров даже он не может осилить. И это такое западло. Надо вернуться домой. Очень крутое приключение. Что это? Ответить? Мне звонят. Как мы понимаем, такая ситуация для тебя нежеланна? Ты нереален. Убирайся. Для перехода нам нужно подходящее тело. Почему ты постоянно говоришь мы? Сколько вас там вообще? Один из нас и все мы. Мы не мыслим о себе, как в отдельном индивиде. Почему бы тебе не начать с рассказа, кто ты такой? Ты можешь добавить ваш код зерна к моему обозначению вида. Называй меня Аллан. Всю свою жизнь я мечтал о том, чтобы встретить разумного высокоразвитого пришельца вживую, а ты говоришь мне, что тебя зовут Аллан? Этого недостаточно? Нет, все хорошо. Все отлично. Откуда ты, Аллан? Ваш вид называет нас архитектором. Раса предтеча? Но что вы тут делали? Это долгая история. Возможно, ты предпочешь сконцентрироваться на постройке нового носителя данных, которых я смогу перейти. Да, хорошо. Совершенно точно. Ребят, я очень извиняюсь, но во время записи, вот на том самом моменте, у меня остановилась запись. По техническим причинам. К сожалению, целый час игрового процесса был утерян. А я уже столько всего интересного нашел. Я всплавал вот в это... Нет, вот в это место. И там нашел огромную базу человеческую. Там нашел огромнейший корабль. И я ставил специально даже там маячок. Я сейчас вам это все быстренько покажу. И самое главное, это то, что голос, который у меня теперь в голове, сказал мне про вот этот артефакт, который мы можем найти, который, возможно, подойдет ему в качестве тела, в которое мы можем его переселить. А еще вот база у меня есть, два кислородных баллона, все как полагается. Я не хочу жопиться, поэтому еще немного поиграю вместе с вами. Сплаваем в то место, где зеленый маркер. А что это за желтый такой, значит? Что за желтый значок? А, типа мешается. Понятно. Также был такой прекрасный, такой забавный момент, когда на той базе людской, которую я нашел, я очень увлекся поиском всякой фигни, что не заметил, как у меня закончился кислород. И я, пока темнел экран, успел кое-как заменить свой баллон и выжил. К сожалению, этого всего вы не увидели. Но это эпичнейшая история была, клянусь. Но в целом, прям очень много мы не потеряли с вами. О, блин, метель началась. Я не хочу тут тусить. А еще мы, наконец-таки, собрали кислородный баллон сверх высокой емкости. Мы его тоже скрафтим. Ну и еще парочку всяких штучек нашли. Ага, еще одна база какая-то у нас здесь. СПК. О, боже, эти морские обезьяны доведут меня до беды. Это уже третья поставка, которую эти паразиты прибрали к своим странным ручонкам. Теперь у нас не хватает сигнальных ракет, и мне придется обыскивать ближайшие гнезда в поисках украденного груза. Им повезло, что они милые. И они просто какие-то морские еноты. Да, я согласен. Очень похоже на морских енотов. К сожалению, я не помню, что конкретно вы уже знаете, что вы еще не знаете, так как прошел час. И я тут же, как увидел, что запись оборвалась, на самом деле, начал снова записывать. Все ради вас, понимаете? Отнял у себя свободное время. Здесь нету прохода. Опа! Вот это нужно. Валим, валим. Ааа, жопка! Погодите, или здесь есть проход, который я ищу? 80 метров. Вот мы прям совсем где-то рядом. Погодите, мы здесь. То, что ты нашла, не просто артефакт. Он поможет мне найти следы, оставленные моим народом на планете. Рады, что могу помочь. Я знаю, что ты предпочла бы, чтобы я добыл собственное тело. Ну, да. Если ты по возможности продолжишь поиск, я смогу постепенно восстановить свое подключение к сети. Наконец-таки моя героиня перестала выпендриваться. 29 секунд осталось. А мы пополнили, и теперь 47. Мне кажется, мы здесь на одном баллоне можем вытащить. Если, конечно, блин, не заблудимся. Фух, мы не заблудились. Ладно, поплыли к пилоту и к огромному кораблю. В целом, мне все равно туда нужно было, так как я не до конца исследовал базу. Я же, как говорил, я чуть не сдох там. И на нервах я уплыл обратно домой. Нет! Нет! Мне с этой штукой страшнее, чем с левиафаном встречаться, потому что я от нее не знаю, что ожидать. С левиафаном-то я тысячу раз уже взаимодействовал. Да, кстати, вот эта вот местность очень полезная, так как здесь много лития и серы. Упс, сори. Ааа! Ааа, нет! Так, огромный корабль. А где... Где сигнал? Вот сигнал. За мной никто не плывет? Нет? Хорошо. Смотрите, интересная куча мусора. А мы тут уже были. Я чувствую себя дедом-ветераном, который своим внукам рассказывает о былых временах. Я также не знаю, видели ли вы или нет, что я ребризер сделал. А это что такое? Пластичный коралл. Эта штука редкая и очень нам нужна. Слушайте, но мы здесь. Теперь вспомнить бы, где эта база. Я не оставил маячка, к сожалению, там. Опа, что-то новенькое. Фрагмент модуля аквариума морехода. Еще один мне остался. Аааа, а это что такое? Еще один корабль? Поблизости обнаружен нос космического судна. Трансгосударство Солнца. Название судна Меркурий-2 не функционирует. Это новый корабль, вот такой же огромный. Блин, меня просто ужасает. У меня какой-то тихий ужас, когда я вижу такие огромные размеры под водой. Я вообще боюсь глубины очень сильно. Потому что я боюсь высоты. А высота и глубина, это, по сути, одно и то же. Под твоими ногами нет ничего. Так, у нас там киты страшные. А мы плывем прямо в пасть киту почти что. Ну разве это не восхищает и не ужасает одновременно? Я не могу. Вот этим мне нравилась Сабнатика. Вот этим ощущением, которое она мне дарила. И дарит до сих пор. Оно пропало, когда мы играли в первую Сабнатику. Так как всех существ мы уже с вами видели. Ко всем привыкли. А вот это, это как будто, знаете, я чувствую себя обновленным. Ну вроде бы как можно на этот корабль заплыть. И я знаю, что для них нужен лазерный резак. И вот там внутри эти двери находятся. Собственно, вот какой-то фрагмент. Я не знаю, проникаемый он или нет. Возможно, нет. Давайте поплывем к пилоту. Я должен найти эту базу. Я даже маячка с собой не взяла. Вау! Страшно. Вот стоит мне услышать звук, к которому я не привык. Так я все, я на очке сразу. Опа, смотрите. Это похоже на морскую русалку. Только совсем другое. Немного отличается. Ой, блин! Ой, блин! Нет! Нет! Тихо, отвали! Отвали! Машем, машем ножом на всякий случай. Это гипнотизирующая штука. Боже мой, сколько эмоций. Сколько новых вещей мы находим здесь. Гнезда морских обезьян. Кстати, да. Итак, баллон сверхвысокой емкости. Но его я уже изучил. Рубинчик. Вот здесь повнимательнее нужно быть. Рубин очень нужен. Здесь очень много гнезд морских обезьян. И везде можно найти ускорение морехода. Видите, здесь очень много всяких прикольных штук. И мы все глубже. Становится все опаснее. Блин, очень трудно будет найти эту базу. Я не помню, как в прошлый раз я на нее наткнулся. Возможно, я заплыл в пещеру. Ускорение морехода еще одно. Слушайте, ну вот где-то здесь. Я чувствую, что мы рядом. Нам нужно лишь фонарик увидеть. О, здрасте. Гелеобразный мешочек. И помню, какой он редкий был в той игре. А, не трогай меня, не трогай. Фрагмент руки захвата краба. А что? Давай, делай. Есть! Синтезировано. Что-то здесь мы нашли. Вы, кстати, посмотрите на эти пещеры. Это же ноздри. Это прям ноздри? Что это такое? Фрагмент модуля аквариума морехода. Какие прекрасные находки. Вот. Мы снова вернулись в эту локацию. Здесь есть вот этот маленький кусочек говна. Это будет нам служить ориентиром. Что это? Стыковочный модуль для морехода. Еще одна база пришельцев. Повторное обнаружение этого места после стольких лет хранения набивает одновременную уверенность и беспокойство. А мое соединение с Ситю становится сильнее, хотя и незначительнее. Надеюсь, ты продолжишь искать. Хорошо, я буду продолжать искать. Что это? Артефакт архитекторов. Нет времени читать. Очень мало времени, ребят. Попозже. Главное, мне потом отсюда выбраться. Это похоже на какую-то фумаролу. Какую-то фумаролу похоже. Так, еще какая-то фигня. Стыковочный модуль. Вторая запчасть. 96 секунд всего. Вы знаете, что происходит сейчас? Евгений чертовски сильно нервничает. Помню, у меня всего одна жизнь. Я не думаю, что придется ей так рисковать. Я не думаю, что я так далеко уплыву. 66 секунд. Вот она. Вот они, ноздри. 57 секунд. Ладно, я успеваю. Все хорошо, все хорошо. И сын. Просто валим. Я не готов испытывать такие нервозные порывы. В эти места уже только с мореходом придется. Я думаю, надо возвращаться домой. Смотрите, мы уже можем скрафтить мореход на самом-то деле. Вот чем мы займемся. Это будет наша цель в следующий раз. Нет, нет. Черт! Нет! Нямкать аптечку! Нямкать аптечку! Блин, как не достигаем аптечкой. Ну что ж мне так все беспокоит сегодня. Так, быстрее бы домой добраться. Черт! Еще одна хрень на меня напала. Бей ее, бей ее, бей ее, бей ее, бей ее, бей ее, бей! Как она активно челюсти работает. Рабочий ротик, да, я смотрю? По жопе не хочешь получить? А, есть я, да, отпор. О, блин. Это был самый нервозный выпуск за все время. По большей части я понервничал, потому что выпуск не записался. Отчасти. Но я добрал контента для вас, так что не благодарите. Все ради вас, ребята. Ну, серьезно, все ради вас. Я бы не записывал, если бы не ради вас. И мне весело, и главное, вам весело. А теперь я иду восстанавливать нервные клетки. И на этом мы с вами закончим. Огромное всем спасибо, что смотрели. Продолжим в следующий раз. Если вам понравилось, то поставьте кучу лайков, подписывайтесь на канал. Я знаю, что я говорю, это каждый видос, но лайки важны, важны. Погодите, стоп, извините. Мне звонок. Как ваш народ общается, если вы не соединены друг с другом? Что ты имеешь в виду? Мы просто разговариваем друг с другом. Тебе не кажется, это примитивно? Мы существуем в форме данных. Мы все знаем мысли и потребности друг друга. Научная работа также протекает намного проще. Алан, в жизни есть не только исследования. Врать не буду, работа проходила бы намного быстрее, если бы я читал мысли своих коллег. Но мысли это лично, и у каждого человека есть своя внутренняя жизнь. Люди меняются, им нужно личное пространство, чтобы размышлять. Пространство помогает вам гнуть. Для меня быть отделенным от моей сети, это очень тихо. В каком смысле тихо? Представь себе тысячи струн, каждая играет свой диапазон нот. Ни одна из них не громче другой. Каждая образует гармонику, непрерывный аккорд на фоне сущего. Теперь я, одинокая струна, ищущая знакомые гармоники. Какой ты поэтичный, Алан. А что ж нет, я помогу тебе их найти. Так вот, что я говорил, огромное всем спасибо, что смотрели. Лайки очень важны, серьезно. Больше лайков ставьте, пишите комментарии, если у вас есть какие-то мысли. Если у вас есть какие-то шутки. Если вы считаете, что вы первый под этим видосом, пишите комментарии. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!